И сегодня у нас внеочередная встреча с Юрием Гиммельфарбом и его замечательным гостем. Здравствуйте, Юрий. Добрый день, Сергей. Добрый день. Добрый день. У нас сегодня в гостях ученый-историк, академик Руан, автор ряда монографий по теме истории наполеоновских войн, политолог, режиссер, член независимого совета по правам человека Евгений Понасенков. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, товарищи. Ну, после такого представления нужно страто спускать ковровую дорожку и даже, не знаю, дальше спускаться ногами или чтобы выносили в ящики. Ну, Евгений, я еще не все ваши регалии перечислил. Ну и что, да, давайте так сразу к делу. Что вас волнует? Что волнует США, как говорили Бовин и компания? Помните, были всякие советские такие пропагандисты, которые объясняли, почему в СССР замечательно, вот, и хотя уже все шло к краху, а в США все загнивает там, и никогда еще не были так скупо освещены улицы Нью-Йорка. Чем живут Соединенные Штаты Америки? Ну, чем живут Соединенные Штаты, я не знаю. Но мы с вами, как два русских человека... Так не стыдно, выгнал белый плантатор, выгнал афроамериканца из дома. Это чудовищно. Чудовищно, но дело в том, что мы с вами, как два русских человека, не можем не обсудить нашего президента Дональда Трампа. Нашего, да. Ну, конечно, нашего, а чего же еще? Ну, не американского же. Как пел ныне здравствующий Лев Лещенко, мы дети твоей земля-а-а-а-а, он так в конце сказал, дремолировал. Ладно, но все-таки, что вы думаете о первых... Ну, ладно, знаете, как на меня обижаются? И когда я в русском... Сейчас, видите, все слова выучили, сегменты. В русском сегменте Фейсбука я написал фразу, легкую такую ироническую фразу в духе Бернарда Шоу. Мелания больше похожа или подходит, я не помню, больше подходит на роль, ну, я имею в виду внешней первой леди, чем предыдущая корова. Ну, я написал фразу, вроде бы и что, но написал человек в свободной стране, свободный человек имеет право, да. Как все накинулись, боже мой, и расист, и сексист, и черт его знает, что это. До чего довели, естественно, живущие русскоязычные в США и так далее, до чего леваки довели абсолютный тоталитаризм. Ничего нельзя сказать. Если нет свободы слова, это тоталитаризм. А я напомню, а почему тогда, допустим, не обижаетесь на Люсю Гурченко замечательную, которая, знаете, была такая история, Рязанов, когда Александр снимал жестокий романс, фильм, и должна была мать главной героини играть, Люси Гурченко, но цепкая Фрейндлих перехватила роль, и Гурченко сказала, что она вообще не хотела сама играть мать этой лошади, имеется в виду Гузеева. А Гузеева по сравнению с супругой Обамы, это просто, я не знаю, там, утонченнейшая графика. То есть, почему Люси можно, а мне нельзя? Это что происходит? Ну, потому что, наверное, вы не Люся? Нет, нет, я считаю, что если вы феминистки, если вы там все за права человека, мы все единые, у нас единые права и обязанности, что у Люси, что у Евгения, так что, да. Так что, чем еще живет США, кроме защиты короб? Ладно, давайте серьезно. Что вы думаете о первых двух неделях президентства Трампа? Это очень серьезно. Вы думаете, что это не серьезно? Эстетика – это самая серьезная вещь в мире, которая только есть. Эстетика, как говорил Бродский, матетики. И почитайте, что писал Бродский в ВССР, путешествие в Стамбул. Если бы он написал это сейчас, ему бы не то, что Нобелевскую премию не дали, его посадили бы на вашем западе. Понятно. И все-таки, первые две недели Трампа. Ваше мнение? Блестяще, прекрасно. В книгу рекордов Гиннесса. А те, кому не нравится это, ребятки, вы просто с детства, и вы, и ваши родители, и бабушки, и дедушки не привыкли. Вы никогда не видели президента, который выполняет свои обещания. Вообще, а тем более первые дни, и даже часы. Вот посмотрите. Трамп феноменален в этом отношении. Просто восторг. И умница, и ясно, что его саботируют. Будут саботировать, ненавидеть. Я бы там объяснял, почему. Но что же поделать. Вы должны главное понять. Главное. Всегда. В политике, в личной жизни, в чем угодно. Думайте об альтернативе. Вот что было бы, если бы не одно, а другое. Ну, допустим, Клинтон. Давайте подумаем. Клинтон оставил бы все удушающие, удушающие нормативные акты Обамы, которые зарегулировали все уже. Дышать было нельзя. Ни административно, ни экономически, ни в бизнесе, нигде. Она бы это оставила. Или бы даже усилила, потому что та же система, та же администрация фактически была бы. Дальше. Клинтон продолжил бы спонсировать палестинцев. Чтобы еще больше взрывали израильские машины с детьми. Дальше. А Клинтон решил бы проблему Крыма и Донбасса? Да ни черта подобного. Она появилась при Клинтон и при Обаме. Клинтон решил бы проблему запрещенного, прям невероятно запрещенного в России ИГИЛа? Не решил. А ИГИЛ появился при Клинтон, при Обаме. Ничего не было решено. Леваки могли бы только ухудшить все. Обратите внимание, леваки вообще и поклонники Клинтона, они постоянно обманывают. Если Трамп выполнил все обещания, вот он начал выполнять главное еще между инаугурацией и танцем с женой. Первый час. Умница. То те, кто поклонники Клинтона, они ничего не выполнили. Даже вот эта ваша певичка Мадонна, которая известна под товарным знаком Мадонна, она, вот я помню, есть в интернете, она обещала всем, кто голосует за Клинтона, сделать минет. Где минет? Где те осчастливленные? С другой стороны, там тоже кто-то понадеялся, но, ребят, вы думайте головой. Это же пластическая хирургия, ботокс, она издалека хорошо выглядит. Но он вообще старая женщина. Представляете, а вдруг у него вставная челюсть? И во время минета это все выскочит. И куда вы побежите на митинг против Трампа, вот прямо с челюстью? Ну как это будет выглядеть? Представляете, то есть не всегда желание хорошо бы, чтобы сбывались, но вот врут, врут. Тоже, что эти демонстрации, которые прокатились по всей нашей стране, я имею в виду, вызваны как раз неисполнением обещания Мадонны? Ну, вообще в целом это проблема отсутствия массового производства вибраторов. Понимаете, на все эти противники Трамп должен открыть бизнес. Он, конечно, у него уже проблемы, потому что он президент, и он и так свой бизнес передверяет управление, вынужден. Но, может быть, дети как-то и жена могут открыть бизнес по производству вибраторов массовый. Это будет огромный доход. А разбрасывая вибраторы над демонстрациями, вы успокоите всех этих сумасшедших. Более того, можно будет побороть исламский терроризм, допустим, сбрасывая на запрещенной в России ИГИЛ вот эти вот все вибраторы. Только надо это, конечно, оформить метафизически, чтобы в духе постулатов Средневековья, чтобы какие-то гром, молнии... Это все можно организовать сейчас технически. И вместо бомб сбрасываете вот эти пакеты с вибраторами, какой-то глаз, какой-то такой странный шум, чтобы они чувствовали, что это высшее существо им посылает. И сразу успокоятся. Сразу успокоятся, что надо идти от физиологии, надо изучать науку, надо изучать, что такое, приматы. Потому что ведь, поймите, да, они веками там как-то сношались террористы с ишаками. Ну, сношались. Но все слабеют. Вот стихотворение «Были люди в наше время», не то, что нынешние племя. Оно же всех касается. Все слабеют. Везде слабеют люди. И понятно, что сейчас уже нет таких режиссеров, как Феллини или Висконти. Нету таких. Вот один остался, мы с тобой, Доминго, но ему уже нет замены пластина Доминго. То же самое и в убогих примитивных вещах. Вот что наверху, то и внизу. Они уже даже с ишаками не могут. От этого у них зут, и от этого они хотят убивать людей. Значит, надо сбрасывать вибраторы. И с инструкциями, но просто нарисованными. И элементарно, просто, вот как современное искусство. Две палочки, все. Ну хорошо. А сейчас повезет лилки. Евгений, ну вот, как говорится, администрация Обамы уже ушла в историю. Но вот я хотел задать вам вот какой вопрос. На нашем недавнем эфире на телеканале Нью Аш Вод вы упомянули о том, что все происходящее следует рассматривать в контексте исторических процессов. Вот можно об этом подробнее? Ну все очень просто. Последние 50, 60, 70 лет в мире, в том числе в США, шел такой ползучий захват леваками телеграфа телефона. То есть все средства массовой информации, университеты и так далее, и так далее. Все это было захвачено, действительно. И на капитализм, на то, что создало нашу цивилизацию, на весь тот роскошный быт интерьера, Голливуд, экономику, чистенькие лужайки, дома, все, что это и продолжается. Но на это уже удавку накинули большевизма, левачество. И сейчас идет борьба настоящая между красными и белыми, между большевизмом, необольшевизмом. Вот это моя формулировка личная. Это необольшевизм, что происходит сегодня в США. И это бандиты, это уголовники, это те, кто пришли в власти на октябре 1917 года в России. И с ними надо бороться очень серьезно. С помощью и национальной гвардии, и армии. Здесь одной полиции не обойтись. Бороться всеми силами. И интеллектуально, писать статьи, делать свои каналы. Потому что это борьба не на жизнь, а на смерть. Если победят необольшевики, будет опять СССР, опять тоталитарная идеология. Когда вы не можете сказать ни одного слова, которое вы считаете необходимым. Вас сразу назовут расизмом, расистом и кем угодно. И так далее. То есть будет опять тоталитаризм. И будет социализм. Потому что вы трудитесь, или вы талантливы. А у вас будут отнимать деньги, заработанные на спонсирование террористов. На спонсирование дикарей с дикарскими религиозными бредами, которые мешают вам жить. На спонсирование тех, кто поколениями ничего не делают, живут на Велфере. И ходят там по 20-30 человек с стрелялками и кастетами. Да, сами понимаете, кого я имею в виду. Вот их будет больше и больше спонсироваться, чтобы они еще больше плодились. Они плодятся, конечно, как тараканы. Потому что если нет мозгов, что еще делать? Ну и тогда закономерный вопрос. Я вообще напомню, Юрий, такую метафору просто вот просто. Я сейчас листаю. У меня на коленях. Многим ты садилась на колени. Ты сидишь вот у меня. У меня на коленях роскошный альбом. Из Ниццы. Ла Вилла Массена. То есть Вилла Массены. Был такой маршал Наполеон. Потом у него там потомки жили. Отстроили в стиле позднего него классицизма виллу. И вот я листаю и вспоминаю, когда началась Белла Эпоха. Что такое Белла Эпоха? Это прекрасная эпоха, которая где-то с 1871 по, соответственно, 14 год, поначалу Первой мировой войны. Вот когда она началась? С чего она началась? А началась она с того, как расстреляли из пушек Парижскую коммуну. Юра, вы как-то заглохли. Да я слушаю. Боюсь перебить. Заслушался. Молодец. Бойся. Бойся. Но все-таки, Евгений, закономерный вопрос. И что делать в такой ситуации? Вы тоже читали русских публицистов 19 века? Ну, даже в школе проходил. Да уж понятно. Что делать? Так я же то, что ответил. Я же... Что делать? Что делать? Что делать? Прежде всего, нашим слушателям сейчас надо заняться изучением английского языка. Потому что, да, многие живущие поколениями в США, из нашей аудитории, с вами в данном радио, не знают и спокойно живут, не знают английского. А для борьбы за эстетику, капитализм и против совка нужно выучить английский язык. Первое. Второе. Как вести борьбу, как отбивать пропаганду. Ну, да, сразу скажу, ни в коем случае не надо быть в чужой, так сказать, замечательной свободной стране и ратовать за неосовок и путинизм в России, поддерживать Путина. Это абсолютно исторический ад и зигзаг истории. И надо это понимать исключительно как такую мини-катастрофу и ни в коем случае не поддерживать. Тогда вы выбьете сразу тумбочку из-под ног тех, которые говорят, а вот вы поддержите Путина. Не надо, не надо поддерживать Путина. Значит, дальше вам сразу начинает какая-то клитер, ходячий клитер, кричать. Вы расистка, вы расистка, вы расистка. Объясняйте четко и внятно, там, допустим, исламизм не есть раса. Дальше, кстати, и арабы это европеоиды. Дальше, тут же вы должны держать инициативу. Есть поле сражения. Нет, инициативу проиграл. Поэтому всегда как Наполеон, держите инициативу. Но выступайте первыми, кричите первыми. Вы расистка. Вы первые. Первый. Вот идет клитер. Ты расистка. Потому что ты считаешь, что только эта религия, только эти вэлферщики, они хорошие, а жизни другие, перечи не надо. Прямо сразу. Дальше. Там идет феминистка какая-нибудь ударенная, в стол ударенная головой при рождении. Что вы делаете? Вы делаете следующее. Вы сразу выставляете ей, распечатаете, заламинируете фотографии отрубленных голов женщин. Сами понимаете, какой самый мирный религий. Прямо сразу. Заламинированные. И пока она будет корчиться, как этот, ну как этих называют, Дракулы, там, да. Вампиры, когда она будет корчиться, как осиновый кол. Прямо вставляет. Посмотри, вот что делают женщины. Правда, женщины там позволяют. Почему? Если они их рожают, и воспитывают, почему же не позволяют. То есть вот такими методами. И что, говорите? Это вот мои формулировки. Тоталитаризм. Потому что если нет свободы слова, значит это так и есть. Евгений, я должен перед вами извиниться. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой мы дальше будем благоголейно вас слушать. Мы сейчас послушаем рекламу, но буквально одно слово. По поводу аудитории, нашей аудитории, которая живет в Чикаго. Самая лучшая аудитория. Она принципиально, нет, ваша реплика по поводу изучения английского. Не все блестяще владеют английским, но подавляющее большинство наших радиослушателей все-таки владеют английским, в отличие от жителей Брайтон-Бич. Вот там вот особенно, это я туда адресовал, пусть все слушают Стивена Фрая и учат прям настоящий английский. Они там живут и в Америку не ходят. Вот это очень плохо. Нашу программу напомню, с нами в эфире Юрий Гиммельфарб и Евгений Понастенков. Пожалуйста, господа. Вот, кстати, Евгений, вы правильно сказали по поводу того, что вот именно благодаря левакам даже в свободном интернете начинают блокировать уже совершенно невинные вещи. Но ведь именно благодаря интернету ваши мысли, в частности, могут слушать люди во всех уголках мира. И вот это вот просто замечательно. И я с ужасом думаю о том, что когда-нибудь и этого мы лишимся. Но вот именно сейчас мне пишут в Фейсбук и на почту моего канала люди самых разных стран и многих наций. Вот я вот просто вот это вот вам хотел передать. Ну, Юра, это действительно очень приятно, потому что каждый день действительно я получаю в Фейсбуке и присылают на почту те журналисты, которые со мной общаются, им пишут. Вот это, знаете, самое главное, это все-таки отношения конкретных людей. Не стран там дипломатические какие-то или даже вот эти большие темы, которые мы обсуждаем. Нет, отношения конкретных людей, которые друг друга могут расслышать вот в этой огромной холодной вселенной. И это потрясающе, как действительно в самых разных местах. Вот мне пишут, знаете, вот сегодня пишут из Франции, из Польши, из США, из Казахстана и, вы сейчас удивитесь, даже из Дагестана. Так, чем я вижу. Что происходит в их странах негативного, они понимают, что есть некий единый, единый, правильный образ жизни, который дал нам всю ту цивилизацию, в том числе скайп, по которому мы общаемся. Вот эту всю эстетику. И я им очень благодарен и рад. И это, кстати, к вопросу, кстати, сегодня Лешу Навальному опять осудили и осудили условно, чтобы... Ой, это, конечно, цирк. И по поводу Навального, и опять-таки, возвращаясь к Трампу, к визам. Вот он за визы со средней, вообще с азиатскими республиками, бывшими советскими, и я за визы с ними. Почему еще? Почему нужно вводить как можно больше визы и ограничений? Потому что тогда мы предотвратим расизм, национализм и негатив. Когда идет безвыборочная просто толпа, а, как правило, толпа это маргиналы, то, естественно, начинается террористическая деятельность, маргинально-уголовная, кражи, воровство, твоя моя не понимать, антисанитария, болезни и все прочее. Когда у нас есть визы, к нам приезжают достойные, интеллигентные, лучшие, прекрасные люди из всех наций мира. И это замечательно. Поэтому мне так отрадно смотреть, как в тех же азиатских республиках, в том же Дагестане. Я вижу европейских, мыслящих, молодых людей, которые пишут, и вот за ними должно быть будущее. Я не скажу, что за ними будущее, потому что им очень мешают их же контексты и балласты, так сказать, не скажу у кого, как и в России у нас тоже есть балласты. В США, видите, у вас там балласт, который против Трампа, везде есть балласты. Так вот, нужно помогать и формировать имидж замечательный именно лучших людей. И объяснять, что тогда в этой ситуации у нас не будет никакого национализма и расизма в плохом смысле слова. Кстати, вот вы упомянули эстетику, а вы это делаете уже не первый раз. Вы вообще часто говорите, что... Не первый год, не первый десятилетие. Да, да, да. И вы говорите, что на первом месте в оценке любого события должна быть эстетика. А вот в случае с происходящим в Соединенных Штатах, как вы это можете прокомментировать? Ну, прежде всего, Орда, которая уничтожает постройки, витрины, мусорит, сжигает, разбрасывает баки и так далее. Это точно антиэстетика. Посмотрите на рожи, на чудовищные рожи его доизмещения тетик и дядек, которые там что-то орут. Посмотрите на эти замечательные ролики в интернете, истерики, когда выбирают или инаугурируют Трампа, и истерика какой-то глотки. Все ясно. Я ведь физиономист, я могу посмотреть на физиономию, мне все понятно. Я думал, какой судья там первый заортачился, стал хамить закону Трампа, который пытается защитить от терроризма, и от тех, кто нарушает права, кстати, женщин. Там такая формулировка. Я посмотрел на физиономию, можете найти его в интернете, мне все стало понятно, исходя из каких интересов и собственных комплексов он действовал. Всегда идите от лица. Всегда идите, посмотрите, папа, мама, происхождение. Это важно. Это ничего плохого в этом нет. Надо понимать, вот вы хотите жениться, выйти замуж. Вы должны посмотреть на родителей. Обязательно, потому что ваша вот эта миленькая девочка, она превратится ровно в то, что ее папа и мама, особенно мама, а еще и бабушка и дедушка. Обязательно смотрите на это. А тем более, когда вы выбираете себе администрацию, потому что президент это не только один президент, а целая администрация. Президент это еще и жена, посмотрите на жен, посмотрите. Если вы каждый день в метре от себя, а потом в сантиметре, а ведь по молодости еще и надо как-то лобызать вот какие-то челюсти, рядом челюсти, и то, что растет от задницы вверх, это одно. А если у вас что-то, вот как Мелания, это другое. Да, и посмотрите на Дональда в 30 лет. Это все геи Америки должны в него влюбиться. И сейчас он, кстати, в замечательной форме. Еще полгода назад, хотя и был год за него там всячески рад, я не знал, сколько ему лет. Замечательный, эмоциональный, веселый, классный. За него, кстати говоря, и прекрасный Майло Янополос, изумительный, блестящий публицист, умница, который борется с левым фашизмом, и ему всячески хамят, а его надо поддерживать. Блестящие геи, вот они должны вообще быть вместе с Трампом, я считаю. Майло Янополос и Трамп. Кстати, Трамп вообще в принципе мог бы сразу всех поставить на место, любых леваков. Ну, вот Наполеон, чтобы получить наследника, был вынужден оставить Жозефину, жениться на Марии Луизе, сделать сына. Это нужно было для интересов государства. Трамп человек государственный, теперь он уже не имеет права делать, что ему хочется особенно. Поэтому он может объяснить политическую необходимость, поговорить по-человечески с Милами, и как-то оформить, допустим, временно отношения с Майло Янополосом, и сразу моментально выбьет все, так сказать, табуретки из-под ног уже вешающихся клиторов. То есть, это неожиданное решение, неожиданное надо решение. В расизме обвинят. Опять, естественно. А то есть, он женился, вышел замуж не за афроамериканца, а за белого. Потому что Майло наполовину грек, наполовину англичанин. А действительно. Так, значит, будем искать... Опять-таки, смотрите, это же опять специально. Будем искать сейчас афроамериканца. Ну, а зачем искать, если самый блистательный по факту, по тому, как он ведет беседу, как он пишет, как он выступает, мимикой жест, он блистательный. Почему специально? Это и совок, это совок обязательно. Обязательно найти какого-то акина из какого-нибудь кишлака. Чтобы он был обязательно, чтобы в какой-нибудь, значит, ленинградский еврей написал ему поэзию, выдумал за него. Чтобы дружба народов. Чтобы обязательно в МГУ, я до сих пор помню, уже не было совка. Сдок совок я в МГУ помню обязательно из регионов. Из регионов обязательно распределение, чтобы точно поступили. Чтобы обязательно эти поступили. Хоть там вообще они двух слов не могут, значит, жиши через е пишут. Я все это помню. Зачем эта неестественность? Это и есть расизм. Пусть будет объективно. Почему в Париже, в Лондоне сейчас, в Брюсселе, в США идет какой-нибудь африканец и всем хамит или, так сказать, бьет по витринам, его не трогает, боятся, что обнят в расизм. И это и есть расизм. Он имеет такое же право, как белый, получить свое наказание. Это же и есть обратная сторона расизма. Я уж не говорю про вашу Black Lives Matter, или как это у вас? Организация абсолютно это же черный расизм. Все жизни должны быть важны, не только черные. А какая студентка сказала, что вот эта фраза, что все жизни важны, а не только черные, ее выкинули из института. Это фашизм. Это называется фашизм. Я, кстати говоря, даже помню по советским временам, когда первый секретарь обкома обязательно должен быть того этнического происхождения, которого республика. ему назначали второго секретаря, обязательно уже по уму, который бы соображал. Я же это помню. Все ясно. Это и есть политкорректность. Политкорректность началась в гнилом совке. Вот эта мерзотина оттуда пошла. Но смотрите, есть две политкорректности. Одна, которая, значит, идет гениальный скрипач, музыкант, и вы не можете ему хамить, вот вы маргиналы, и вы не имеете права хамить, и вы должны за это сидеть в тюрьме, да? А другая политкорректность, что идет какое-то дерьмо собачье, бьет в витрины, и вы ничего не можете ему сказать. Вот это другое. Это уже не политкорректность. Вы не путайте. Поэтому здесь самое страшное – это подмена. Подмена понятий. Подмена капитализма социализмом. Подмена свободы слова вот таким вот неотерриторизмом. Собственно говоря, да. Вы знаете, что я только подумал, когда Юрий привел пример относительно секретарии обкомов. В Америке это называется affirmative action. Или, так сказать, положительная дискриминация, когда национальным меньшинствам создаются некие особые условия. Которые, с точки зрения эволюции, как ученый, как антрополог, они разжижают, расслабляют и не позволяют в конкурентной борьбе организму развиваться и эволюционировать. Они не только тупеют, они были на какой-то не той стадии развития, значит, будут еще хуже. Они деградируют, потому что вы им помогаете. Уже вы это не понимаете? Человек, который… Это как пролежний. Вот вы будете больной лежать, не вставать в постель. У вас будет пролежний, сдохните. Вот то же самое и там. Только вы будете, так сказать, еще мешать всем остальным. По большому счету, должна быть одна привилегия. Только за профессионализм, не только за… Только по уму. Результаты. Не должно. Да. И забудьте вы это. Ой, значит, не было возможности. Давно всем дали возможность образования. А потом появился интернет. Но оказалось, что никому не нужны учебники по физической химии, никому не нужна Мария Каласа. Они как ходили своими компаниями, значит, грязные, немытые гопники, значит, не скажу, кто, сами понимаете, но так и ходят. Ну, никому не нужна ваша информация. Если эволюция не, так сказать, пошла, ну, не пошла. А что до этого? А несколько веков назад? А почему они до этого? А почему? Что же, как же? Где же вся эта архитектура? Где же все эти корабли? Где вся эта навигация? Где этот компас? По мху или как? А некоторые по мху не знают, как определять, куда идти. А зачем идти, если можно под пальмой? Сейчас в одной из групп наших на Фейсбуке всерьез подняли вопрос, ну, истекающие сердца либералов подняли вопрос о том, что в кабинете Дональда Трампа не представлен ни один латиноамериканец. Какой черт? Простите, а какое отношение имеет национальная принадлежность, этническая принадлежность к мозговой деятельности? Это что за национализм? Это и есть, черт возьми, национализм. Поганый национализм. Я уж не говорю про то, с какой стати Америку сформировали европейцы, Конституцию придумали европейцы, Капитолий, что такое Капитолий? Это Рим, римский Капитолий, там, где была инаугурация Трампа. Это все слова, что такое Новая Англия, Нью-Йорк, Новый Йорк. Это никакого отношения ни к чему. Приезжайте, пожалуйста, приезжайте, живите, трудитесь, побеждайте, завоевывайте, вымпелы советские, богатейте, пожалуйста. Но ничего не надо искусственного. Нечего выдумывать. Нации мигрантов, да, нации мигрантов, каких, но каких конкретно европейских? Кто дал Конституцию? Кто придумал абсолютно все? Кто дал цивилизацию? Куда европейцы приехали, там и цивилизация. Он как Австралия. Что там происходит в Австралии? Посмотрите, значит, что построили, что сделало местное население. Приехали европейцы, в два дня построили все. Понятно. Ну, давайте тогда сейчас еще раз прервемся последний раз на рекламу, после которой у меня еще есть к вам вопросы. Это пожалуйста. Возвращаемся в программу Юлия Гимельфарба. Пожалуйста, господа. Евгений. Естественно, я на рекламу отходил и только приближался одним ухом, а потом я услышал название еще раз радио «Народная волна Чикаго». А почему бы для рейтинга не сделать какое-нибудь такое название, которое больше привлекает внимание, допустим, «Антинародная волна Чикаго». Как-то надо... Все скучно, ребята, ужасно все. Народная, то есть опять это все... Это тоже своего рода политкорректность, потому что надо подфартить, надо для народа опять все вот это. Ну, я думаю, мы это обсудим. Так вот, Евгений. А же антинародная, просто антивародная волна. Да, главный редактор Панасенко. Евгений, могу ошибаться, но, по-моему, вы единственный из российской оппозиции... На этом можно заканчивать фразу. И вы не ошибетесь. Так вот, по-моему, больше никто, кроме вас, из российской оппозиции не поддерживал Трампа с первого дня избирательных кампаний. Так вот, я наблюдал и видел, что вы выдерживали атаку из числа своих же, и антипутинцев, и леваков, причем атака была очень жесткая. Вот у меня вопрос. Каково это, выдерживать такую атаку? С кем-то из виртуальных френдов расстались или что? Во-первых, я из общения с вами узнаю массу нового на мире. Например, я узнаю, что в России есть оппозиция. А во-вторых, конечно, если какой-то френд в Фейсбуке или еще что-то там вякнул, я выбрасываю на помойку. И вот, когда сейчас Трамп не стал никаких санкций из Путина снимать и поддержал НАТО, некоторые шавки вернулись. Ой, мы ошиблись, вы были правы. Но это еще хорошо. Есть те, которые отмалчиваются и не признают моей правоты свои ошибки. Это вообще ублюдки. Но те, кто возвращаются, я не принимаю. Вот обратно в жизнь я никого никогда ни лично, ни виртуально не принимаю. Потому что это, ну как, вы выкинули вечно помойку, она валяла, загнивала в грязи. Потом вы это берете в руки и в рот. Ну как этого? Нет. Обратно людей в личной жизни в Фейсбуке никогда не берите обратно. Вот чтобы они там не говорили, не делали. Борьба. Ну, борьба это сильно сказано, потому что силы у них многочисленные, но слабые. Это не интеллектуальные существа, леваки. Это примитивные, необразованные, не знающие историю, поэтому не понимающие, в чем смысл исторический прихода и необходимость и обоснование прихода Трампа. Они не понимают, что как минимум именно Обама, именно леваки, именно его администрация привели Трампа к власти. Если бы не 8 лет ада левачества, то такого яркого и неординарного, одиозного персонажа, как Трампа, не избрали бы точно. Они не понимают, что если бы не контакты этой Клинтонихи с саудитами и так далее, которые выяснились, и не важно как, и очень хорошо, что выяснились, значит, тоже бы могли там процент какой-то не хватить, хотя я думал, что хватило бы, потому что людям остычертело вот это хамское господство прессы, которые думают, что любого может она родить или убить. Пресса считает, что она кто-то, она никто, только журналисты, в целом, я не вас имею ввиду, которые публицисты, умные люди, а в целом люди, которые ничего, ни в чем не понимают, вообще вот, они не владеют ни одной профессией. Их дело спрашивать у других, а они сейчас стали говорить свои какие-то мнения. На мнение нужен интеллект, на мнение нужны аргументы. Не всякое мнение, мнение, большинство мнения просто ляп, и так далее. Поэтому, да, борьба идет, и, к сожалению, те, которые считаются у нас не пропутинскими каналами типа Эхо и Дождь, они, естественно, тоже, я считаю, путинские, но вообще Эхо, это вообще Газпром, медиа, медиа, Дождь открывал Путин и Сурков, то есть Медведев и Сурков, и Дождь сейчас вообще превратился в какую-то гнойную банку непрофессионалов. На Эхо только одна латынина блестящая осталась, одна в одиночестве. Поэтому, ну, что с них взять? Они сообщают о терактах каждый день, сообщают о криминальной, сообщают и не говорят, как решать. Вот поймите, когда там в США в том числе начали хамить Трампа или оскорблять его, объявлять его расистом и так далее, вы прежде всего спрашиваете, тут же моментально хватаете за руку, а почему ты не обращаешься и не хамишь лично террористу? Вот есть огромное количество исламских террористов, у них есть свои даже аккаунты в Фейсбуке, вы можете такое представить? Все есть. И у того, кто задавил 100 человек в Ницце, у того скота животного тоже был аккаунт в Фейсбуке, где он постил свои религиозные, так сказать, экстремистские бредни. У него осталась семья, и у тех, кто породил братьев Куаши, которые стреляли в Париже, осталась семья, и все они, эти скоты, живут на пособиях. Их кормят те, у кого погибли члены семей. Почему вы не хотите найти и написать, просто не спросить, а вам не стыдно жрать скоты за, значит, ну это я могу так сказать, а вы же это слабенький, вы скажете просто, вам не очень стыдно кушать за счет тех, кого убили ваши дети, муж и так далее. Почему вы хамите Трампу, а не спрашиваете у них? Конечно, трусливые скоты, и это легче Трампу и приличному человеку или мне хамить легче и спрашивать и надоедать, а вот решить проблему дикарей вы не можете, потому что вы идиоты от рождения, и если Трамп пытаются решить, вы ему мешаете. Это преступление, это самое, мешать человеку бороться с терроризмом, это преступление. Не он создал терроризм, не он довел, что террористы вселились, не он довел, что террористы сделали себе целое чуть ли не государство. Как теперь с этим всем орудовать? Не он пустил значит чекистов в Украину, это все было не при нем. Как теперь? Конечно, теперь очень сложно и долго. И Рейган боролся с Совком очень долго, между прочим. Вот вы хотите вывести быстрых результатов. Ой, а что он будет делать в отношении с Путиным? Рейган добился многого, он теперь большой герой среди либералов. А что Рейган добился падения при Рейганстве, при президентстве нет. Это было через 2-3 года после того, как окончился срок, его два срока было, и нужно было долго бороться. И вместе с Тетчером, это, к сожалению, да, вот если огромное количество маразматиков во что-то играют, с этим непросто. Говорят, мировое правительство нету, к сожалению, нету мирового правительства, потому что, если бы оно было, у нас бы не было всего этого ад, который происходит в мире. Последний важный нюанс вам скажу. Вот статистика. Я считаю, что цифры это очень важно для интеллектуальных выводов. Последний президент, и вот сколько было бизнесменов в администрации последних, в окружении в администрации последних президентов США. Оказывается, везде около 50%, минимально 42%. Только у одного кретина Обамы было всего 8% бизнесменов в окружении. Можете такое представить? Это ад, это абсолютный ад. Это значит похоронить экономику и страну. 56% было у Рейгана, в целом около 50% и у Обамы 8%. Вот почему проголосовали за Трампа, который тут же встретился на второй день с представителями бизнеса и правильно сделал, потому что это основа общества. Есть экономика, есть финансы, есть жизнь. Нету, значит нет жизни, как в СССР. Когда началось возрождение, когда у Медичи появилась эффективная денежная политика. Понятно. Так вот, Евгений, я хотел бы, вот вы упомянули бизнес, я хотел бы задать вам вопрос о России, но как по-вашему, что в реальности стоит за акцией передачи Исаакиевского собора в собственности РПЦ и атакой на фильм Матильда? Это церковный бизнес или что? Ну, понятное дело, вы должны знать одно, если вам говорят, что так называемому Богу, вот верующие, кто верит в Бога, Богу нужны деньги или недвижимость доходная, или еще что-то, значит вас точно обманут. Потому что если вот такое существует верховная сущность, которая создала Вселенную, космос, вот все-все-все-все, и вдруг нужны купюры, простите, нужны какие-то баночки, куда бросают купюры, это что-то странное, значит вас наобманывают, понимаете, это уже очевидно. Но дальше я всегда говорил, да, у нас есть позучий захват власти мракобесами, и Россия сегодня де-факто, к сожалению, уже не свободная, не светская страна, это очень опасно, я об этом предупреждал первый, я об этом писал в Кемерсанте власть в своей рубрике еще в 2003-2004-2005 годах, я кричал в интервью со студенческих лет, меня никто не слушал, наша идиотская интеллигенция, я могу критиковать интеллигенцию, слушайте, я как бы из ее числа, это вот быдло, которое читать не умеет, они не имеют права критиковать, а вот тот, кто в честне, он может, может, потому что я не люблю, когда, знаете, какой-нибудь маргинал начинает вот гнилая интеллигенция, это может сначала научить мыться, читать книжки, человек может критиковать только на своем уровне или когда он выше, так вот интеллигенция, она говорила, ну ладно, ну пусть яйца красят, но они как бы для себя, не бывают для себя, обязательно среди для себя найдется жизнь, которая будет захватывать чужие территории и которая будет говорить, и вы не имеете права быть свободными, свободно мыслящими, и вы обязаны верить и так далее, вот на чего начинается экстремизм, а если там в древних текстах написано, что все создал Бог и ему все подчинять, все ради него, так извините, обязательно это приведет к экстремизму, но если ты веришь, что, а как это, если кто-то не верит, все это значит враг, значит логично, если у кого-то не хватает энергии, это не значит, это его проблемы, а у кого хватит, это не приведи Дарвин, поэтому бациллу, мракобесе надо изводить вообще, надо просвещать и надо быть принципиальным, что касается Матильды, я уже в нашем эфире здесь как-то рассказывал, что Николай спал еще больше, в то же время фильм, естественно, вот по ролику писал я по трейлеру, это бездарная похабщина, но не из-за того, что там какие-то романтические, интимные дела, нет, сняты вообще, это просто такая провинциальная, под Голливуд сделанный боевик, который к истории, к истории реальной, к быту эстетики, поведению не имеет никакого отношения, но это дело самого режиссера, учителя, его, и ни одна шапка не смеет заниматься цензурой, тем более террористической деятельностью что-то запрещать, там, посылать угрозы письма, и всех надо в клетку, вот кто посылает угрозы, их надо в клетку загонять сразу, а кто им будет загонять в клетку, если их распустили специально, для архаизации общества, что касается самого, кстати, учителя, он сам среди опричников, он поддерживает Путина во всем, он обожает, не обожает он, как и все, значит, не скажу, как это называется, вообще он с властью, он при власти, он получает, так сказать, бюджеты на фильмы, поэтому пусть получает и остальное, а не все, все, кто при власти, это получил Табаков, это получил Райкин, все, но Райкин, я больше всех других обожаю, и уважаю, значит, но они все, кто считает, что могут отсидеться, они все получат свое. В общем, да, учитель же, он подписал там письмо к Путину о том, что он поддерживает захват Крыма, все он поддерживает и так далее, и после этого действительно многие стали писать, ну а что ты возмущаешься, ну вот поддержал, вот и получи. Конечно, правильно, другая, что проблему получают не только те, которые поддерживали Путина и все остальные, в этом проблема, как и от теракта в Европе страдают не только леваки, но и нормальные люди, если бы они орудовали против только леваков, в таком случае, счастье, но нет, все страдают. Вот я соглашусь с вами. Евгений, к сожалению, наша передача подошла к концу. Огромное вам спасибо за интереснейшую беседу. Надеюсь, мы еще увидимся. Итак, друзья, в эфире бы мы слушали ответы Евгения Панасенкова. Передача вам Юрий Гимельфар. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова